Мы сегодня говорим о сахарном диабете и говорим о том, что в связи с возрастающим временем хронических заболеваний Всемирная организация здравоохранения сегодня координирует глобальные научные исследования в целях создания служб, разработки новых программ для борьбы с этими заболеваниями. И на первом месте последние годы это глаукома, диабетическая ретинопатия и возрастная макулярная дегенерация. Мы сегодня говорим о сахарном диабете. Посмотрите, пожалуйста, распространенность сахарного диабета в мире впечатляет. И, к сожалению, тенденции сегодня совершенно отрицательные. Наблюдается рост заболеваемости с сахарным диабетом. Если вы посмотрите на распространенность в Европе, цифры тоже достаточно большие. Но самое главное, я хочу подчеркнуть, что сахарный диабет сегодня и поражение органов систем, в том числе органов зрения, это не только медицинская, не только социальная, но это и экономическая проблема, которая ложится тяжелым временем на экономику стран. Если вы посмотрите, то в Европе расходы, связанные с сахарным диабетом, составляют 75 миллиардов евро. И эти расходы будут возрастать. Поэтому необходимо нам каким-то образом профилактировать заболевание, профилактировать те осложнения, которые она вызывает. Что касается Украины, в 3% популяции, 3% населения страдает с сахарным диабетом. Если вы посмотрите на распространенность по типам диабета, то основная масса — это, конечно, пациенты, страдающие с сахарным диабетом второго типа. Сегодня сахарный диабет — это основная причина развития слепоты у пациентов трудоспособного возраста. Распространенность слепоты вследствие диабетической ретинопатии в западных странах составляет 1,6 на 100 тысяч. Инвалидность вследствие диабетической ретинопатии в Украине практически такая же, вы видите. И каждый десятый первичный инвалид по зрению сегодня — это инвалид в результате поражения сетчатки, связанной с сахарным диабетом. Когда мы говорим о нозологии и структуре первичной инвалидности по зрению в прошлом году, вы знаете, что мы отмечаем с 2015 года совершенно, я бы сказала, такую страшную тенденцию, потому что на первый план сегодня выходят заболевания хронические, которые проводят к неизлечимой потере зрения, к неизлечимой слепоте и приводят к самым тяжелым поражениям и к самым тяжелым уровням инвалидности. Среди них на первом месте уже второй год подряд, впервые это случилось в 2015 году, занимает глаукома. И 2016 год, к сожалению, это заболевание удерживает эту печальную тенденцию. Это заболевание сетчатки, но посмотрите, пожалуйста, 9% — это заболевание, вернее, это диабетическая ретинопатия среди причин инвалидности по зрению в Украине в прошлом году. То есть еще раз, каждый десятый инвалид по зрению в Украине сегодня потерял трудоспособность в результате диабетического поражения глаз. К сожалению, за последние 4 десятилетия удельный вес больных с офтальмодиабетом в структуре первичной инвалидности по зрению увеличился в 9 раз. И среди инвалидов с офтальмодиабетом слепые и слабовидящие, то есть самые тяжелые степени инвалидности, составляют 50%. То есть больше половины — это пациенты с первой, со второй группой инвалидности. Но я думаю, что актуальность достаточно серьезная. И именно поэтому сегодня мы собрались. Еще раз спасибо Зое Федоровне как инициатору и организатору этой конференции. И я думаю, что мы к концу конференции все-таки выработаем какие-то... Даже техника не выдержала тяжелых цифр. Погасло. Тяжелого времени диабетической ретинопатии. Я буду благодарна, если вы все-таки включите, и я найду этот слайд. Таким образом, еще раз, самые тяжелые степени инвалидности — это больше 50% в результате диабета. Итак, мы говорим о том, что диабет поражает все органы и структуры. И, конечно, глаз не является исключением. Многие видели уже этот слайд, когда у нас была международная конференция в декабре. Но он мне очень нравится, потому что правило одной трети, его легко запомнить, которое гласит о том, что у каждого третьего пациента с сахарным диабетом диагностируют диабетическую ретинопатию. У каждого третьего пациента с диабетической ретинопатией наблюдается диабетический макулярный отек. И у каждого третьего пациента с диабетическим макулярным отеком он является клинически значимым, то есть приводит к потере остроты зрения. Необходимо сказать, что диабетический макулярный отек, о котором сегодня будут много говорить, является основной причиной потери зрения при диабете. И он наблюдается при сахарном диабете первого типа. Я прошу прощения, про диабетический макулярный отек немножко позже. Диабетическая ретинопатия при сахарном диабете первого типа. Крайне редко выявляется в момент постановки диагноза. Однако вы видите, уже через 20 лет после начала заболевания практически у всех больных будет диагностирована ретинопатия. Причем более 75% пролиферативно тяжелой стадии. Что касается сахарного диабета второго типа, то ретинопатия чаще всего как раз и диагностируется в момент постановки диагноза. И уже через 20 лет заболевания 1,5 часть пациентов будет иметь диабетическую ретинопатию в пролиферативной стадии. Очень интересные цифры. Не устаю их показывать и еще раз доказывать о том, что мы с вами недостаточно работаем с точки зрения раннего выявления, ранней диагностики заболевания. Итак, если мы посмотрим на эпидемиологию, вы видите тренд увеличения количества больных с диабетической ретинопатией в Украине. Если мы пересчитаем распространенность на абсолютные числа, то в Украине более 200 тысяч пациентов, у которых диагностирована диабетическая ретинопатия. А теперь кто помнит тот слайд эпидемиологии больных с диабетом в Украине? Сколько всего больных с диабетом в Украине? Я показывала слайд. Миллион? Никто не помнит. Не будем возвращаться. Итак, миллион 200 тысяч по данным Министерства здравоохранения больных с сахарным диабетом. Теперь кто помнит правила 1,3, о которой мы говорили? Сколько должно быть теоретически, если экстраполировать это правило на Украину? Сколько должно быть? 400 тысяч должно быть больных. Даже понятно, что медицина ближе к богословию, чем к математике. Но даже такой грубый расчет нам может показать, что как минимум каждый второй случай диабетической ретинопатии проходит мимо специалиста. Мы его не выявляем. Именно поэтому мы имеем такие тяжелые, такие серьезные цифры инвалидности, связанные с диабетической ретинопатией. В общем-то, распространенность и эпидемиология диабетической ретинопатии в Украине, вы видите, тоже весьма неравномерно. Здесь представлены представители из всех регионов. Посмотрите, пожалуйста, как отличается распространенность диабетической ретинопатии в разных регионах. Это повод для серьезного анализа как организационного, так и на местах, так и, наверное, центрального с точки зрения организации помощи этой категории больных. Но как бы мы с вами ни старались, к сожалению, даже в развитых странах с развитой системой лечения диабета за консультацией к офтальмологу обращается менее половины пациентов, которые нуждаются в этом. Кстати, кто был на декабрьской конференции, наверное, помнит, профессор из Турции из НКР докладывала, и интереснейшее было исследование проведено в Турции, и ситуация там такая же, а может быть даже более удручающая, потому что 70% пациентов, которые нуждаются в помощи специалиста, они не попадают к офтальмологу. Конечно, решить проблему мы с вами только офтальмологи отдельно не сможем. Вы видите, какая нам нужна команда и поддержка. Это должны быть специалисты, в первую очередь эндокринологи, конечно, семейные врачи, которые должны быть тоже с нами в одной команде, но еще многие-многие специалисты. Теперь по поводу организации помощи пациентам. Что есть нового, какие сегодня вызовы, и как мы, наверное, должны с вами работать, учитывая имплементацию международных алгоритмов и международных гайдлайнеров в Украине. Мы говорим прежде всего о профилактике диабетической ретинопатии, конечно, с точки зрения профилактики и влияния на факторы риска. Основными факторами риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии, вы знаете, это прежде всего неконтролированные заболевания. Это прежде всего, конечно, хроническая гипергликемия, дислепидемия и многие другие факторы. И хочу вам сообщить, что уже есть новые гайдлайны. Это Американская академия офтальмологии, которые обновлены. Каждые три года они обновляются. Вы были ознакомлены с редакцией 2014 года. Уже вышли 2017 года рекомендации, которых несколько слов сейчас скажу. Прежде всего, что касается скрининга и как представлен скрининг в этих рекомендациях. Основное внимание, конечно, должно быть на сбор анамнеза, на анализ контроля сахарного диабета, уровень глюкозы в крови, уровень артериального давления. Вы видите, обязательно надо опрашивать пациента относительно препаратов, которые принимаются и по поводу диабета, и не только. И основными факторами, которые для нас есть базовые, для первичного звена семейных врачей и офтальмологов первичного звена, это острота зрения и состояние глазного дна. В зависимости от этого направляются по разным потокам пациенты. Мы говорим о том, что гликемический контроль с точки зрения скрининга является очень важным. Посмотрите, пожалуйста, целевые значения в зависимости от возраста и от тяжести поражения микрососудистых или риска тяжелой гипогликемии, которые рекомендуются эндокринологами. С точки зрения уровня артериального давления, это тоже очень значимый и, самое главное, модифицируемый фактор риска не только возникновения диабетической ретинопатии, но и прогрессирования ее. Для пациентов с сахарным диабетом, которые получают антигипертензивную терапию, целевое значение должно быть от 120 на 70 до 140 на 85. Считается, в таких пределах мы можем достичь стабилизации. Классификация диабетической ретинопатии, которая рекомендована Американской академией офтальмологии и которая, на мой взгляд, является достаточно простой с точки зрения клинического применения. Итак, нет диабетической ретинопатии, все понятно, пациент здоров. Далее выделяется непролиферативная диабетическая ретинопатия легкой степени, когда мы наблюдаем только лишь микроаневризмы. Следующее. Непролиферативная диабетическая ретинопатия умеренной степени, когда есть микроаневризмы и другие признаки геморрагии, твердые эксудаты. Тяжелой степени вы видите, когда есть один из признаков предыдущих, но нет еще признаков пролиферации, и есть интраретинальные геморрагии и изменения вен, интраретинальные микроваскулярные аномалии. И пролиферативная диабетическая ретинопатия – это все те признаки, о которых мы только что говорили, но есть элементы невоскулиризации, гемофтальм или преретинальное кровоизлияние. Как я уже сказала, основной механизм потери зрения – это диабетический макулярный отек. И если мы говорим о эпидемиологии диабетического макулярного отека, то при непролиферативной диабетической ретинопатии он встречается до 6% случаев, и при пролиферативной уже более половины пациентов, ну и пролиферативная стадия – это более 2 трети. Причем у пациентов с сахарным диабетом первого типа и со стажем заболевания 20 лет и более практически у каждого третьего пациента встречается диабетический макулярный отек и почти не отличается от сахарного диабета второго типа. То есть это говорит о том, что диабетический макулярный отек может возникать на любой стадии заболевания и при любом типе диабета. Классификация, которая предлагается. Диабетический макулярный отек отсутствует. Диабетический макулярный отек не центральный, либо центральный. То есть в зависимости от этого и предлагается тактика лечения. Какая классификация принята в Украине, вы знаете, я напоминаю. Она несколько отличается от той, о которой мы сейчас говорим. Это непролиферативная, пролиферативная и препролиферативной стадии выделяются. И выделяются еще другие формы заболевания. Но общие принципы лечения, они в общем-то сходны. Это те основные международные рекомендации, которые на сегодняшний день есть для пациентов с диабетическим поражением органа зрения. И когда мы говорим о содружестве с эндокринологом, конечно, призываю всех еще раз стеснее работать в регионах, потому что есть регионы, в которых, к сожалению, такая связь не налажена. И наша рекомендация, что пациент с диабетом должен быть осмотрен офтальмологом сразу или как можно раньше после постановки диагноза сахарного диабета. И если не выявлено диабетических изменений, дальше это наблюдение не реже одного раза в год. Если непролиферативная стадия и факторы риска незначительные, то один раз в 6-8 месяцев, и дальше эта частота уменьшается. Чаще всего мы должны общаться с пациентом, у которого есть диабетический макулярный отек. И осмотр в этом случае рекомендуется 1-2 раза в месяц. Основные принципы лечения. Конечно, на стадии непролиферативной диабетической ретинопатии, если нет диабетического макулярного отека, основное лечение – это компенсация углеводного обмена, нормализация давления, прием антиоксидантов и так далее. Дальше уже в зависимости от той клинической картины, с которой мы с вами сталкиваемся. Существуют и есть результаты нескольких клинических исследований, в которых подтверждается или является базой для выработки такого подхода. Скажем, для сахарного диабета первого типа, вы видите, только снижение на 2% уровня гликализированного гемоглобина позволяет на 63% уменьшить риск прогрессирования диабетической ретинопатии, на 47% риск развития диабетической ретинопатии и снизить риск развития возникновения макулярного отека. Следующее исследование очень интересное, и чаще, наверное, к нему обращаются эндокринологи, обсуждались на многих последних конференциях. Это дотильность, да, целесообразность приема фенофибратов. Очень интересная дискуссия была на последнем конгрессе эндокринологов, где офтальмологи принимали участие, и мы пришли к выводу, что все-таки назначать этот препарат и принимать решение о назначении его должны эндокринологи, но знать о таких исследованиях, я считаю, что офтальмологи тоже должны. И были получены данные о снижении потребности лазерной коагуляции, это говорит о стабилизации процесса на фоне приема фенофибрата практически на 30% и на 80% уменьшения частоты прогрессирования диабетической ретинопатии. Еще одно интересное клиническое исследование, которое доказало, что применение фенофибрата снизило прогрессирование диабетической ретинопатии тоже на 40%. Но еще раз хочу сказать, что в содружестве с эндокринологами пока тактика следующая, что этот препарат все-таки решение его назначения должны принимать эндокринологи. Эффективность лазерной коагуляции различна на различных стадиях заболевания, но мы не забываем о том, что этот метод лечения является актуальным. И показанием к незамедлительному применению или проведению панретинальной лазерной коагуляции должны быть препопулярные новообразованные сосуды или препопулярные сосуды любого размера в сочетании с эндокринологами и преретинальными кровоизлияниями, а также размер которых превышает половину площади диска в сочетании с кровоизлияниями. И диабетический макулярный отек. Сегодня является золотым стандартом при клинически значенном диабетическом макулярном отеке. В первую очередь это применение антивиджеф-терапии. Я думаю, что сегодня вы много услышите сообщений по этому поводу. Не забываем мы о лазерной коагуляции, однако чаще мы ее рассматриваем с точки зрения клинически незначимого макулярного отека либо диабетической ретинопатии без наличия макулярного отека. Ну и еще раз хочу сказать, что мы уже работаем. И спасибо компаниям, которые поддерживают, помогают с переводами. Уже переведены современные рекомендации. Спасибо компании Bayer, которая приняла участие в этом переводе. И я думаю, что они будут адаптированы. И учитывая то, что Министерство здравоохранения сегодня ориентируется на самые современные клинические рекомендации американских ассоциаций, европейских, то мы также их опубликуем для того, чтобы у каждого нашего офтальмолога был доступ к самым современным рекомендациям по ведению и лечению пациентов с диабетической ретинопатией. И еще несколько слов по поводу лечения. Вы знаете, что сегодняшний день обсуждается применение кортикостероидов. Хочу сказать, что у нас появилась возможность применения сегодня кортикостероидов, пролонгированных основными. И особо подчеркивается польза от применения этих препаратов на псевдофакичных глазах. И в том случае, если диабетический макулярный отек не поддается лечению антивиджеев терапии. Не надо забывать, что есть некоторые побочные действия, как при любом ведении препаратов. Однако применение кортикостероидов в лечении диабетического макулярного отека также высокоэффективны. И еще одни рекомендации современные. Это для эндокринологов. И они тоже будут адаптированы в современных рекомендациях эндокринологических министерств здравоохранения, где четко прописано, что пациенты с диабетическим макулярным отеком любой степени тяжести, тяжелой непролиферативной диабетической ретинопатии, пролиферативной любой тяжести, следует срочно направить к офтальмологу, имеющую опыт лечения диабетической ретинопатии. А интравитриальные инъекции блокатора сосудистого эндотелиального фактора или антивиджеев сегодня являются основным золотым стандартом для пациентов, у которых есть угроза потери зрения или есть вовлечение центральной зоны сетчатки. Витрактомия уже, к сожалению, это самые тяжелые стадии пролиферативной диабетической ретинопатии, и это рекомендации, опять же, ICO для показания к витрактомии на сегодняшний день. И в заключение хочу сказать, что отмечается неуклонный рост сегодня распространенности и заболеваемости диабетической ретинопатии в Украине в течение последних лет. Показатели отличаются в различных регионах, и это требует анализа и понимания причин такой ситуации и принятия действенных мер. Ну и существующие протоколы диагностика, лечения, наблюдения этой категории больных требуют дополнений и адаптации самых современных тенденций, которые сегодня есть в мире. Спасибо.